Назвали тут меня православным блогером в одном месте. Ну, я думаю, что это ошибка невольная. Никакой я не блогер, никогда я не собирался быть и не буду ни в коем случае. Потому что блогер — это такой полупрофессиональный треполог. Его не учили трепаться, но вот он почувствовал себе такой талант. И обязательно кто-нибудь спонсирует, потому что нужны же миллионные просмотры. Может быть, нереальные просмотры, но так, чтобы казалось, что человек крайне популярен. И тогда здесь можно размещать рекламу, и тогда можно манипулировать аудиторией. Скрытая реклама, открытая реклама, заказные какие-нибудь материалы. Кого-то порочащие или кого-то восхваляющие. Я этим не занимаюсь, вообще у меня нет никаких хозяев. И в этом смысле спонсоров никаких нет. Есть те, кто поддерживает мою деятельность в целом. Но это не такие суммы, на которые можно прожить даже одному человеку, даже очень скромно. Но, тем не менее, я хотел бы поблагодарить Юлию, Людмилу, Виктора и других, кто присылает небольшие, относительно небольшие средства. Иногда это крошечные средства, иногда это средства, которые существенны для тех зарплат, которые существуют в Российской Федерации. Тем не менее, эти средства, это не средства, которые расходуются лично на меня. Это те, которые поддерживают мою деятельность. Это деятельность политическая, научная, публицистическая. Но я не блогер. Я не блогер и никогда им не собираюсь быть. И в семейство блогеров я входить не собираюсь. Раньше меня называли политологом, когда была еще политика, когда можно было что-то анализировать. А сейчас этого нет. Сейчас никакой политологии нет. Поэтому у меня был такой запас за 90-е годы и начало 2000-х политологических журналов, которые, конечно, целиком я все не прочел. Но это были источники, на которые можно было ссылаться. То есть ты находишься в неком таком клубке аналитиков, которые что-то обсуждают между собой, друг на друга ссылаются или критикуют, опровергают. Все, что угодно. Но все, этого больше нет. Поэтому несколько лет назад я все эти журналы, просто что их тогда хранить, если этим пользоваться нельзя, просто сжег. И перестал читать политологическую литературу, потому что она превратилась просто в какой-то холостой ход. Так же, как и история, кстати. История стала действительно скучной наукой, потому что она никому не интересна, она не распространяется на социум в целом. Это какой-то замкнутый кружок, который по привычке финансируется. Люди, по сути дела, безработные получают пособие по безработице и прикидываются учеными и ученым сообществом. И на самом деле все, что они производят, социум абсолютно неизвестно и неинтересно, потому что сам социум уже умер, в нем общество умерло, общественность умерла. Или осталось только то, что разрешено. А то, что разрешено, это в угоду начальству, это не истина, это постоянная ложь. Вот беспрерывная ложь. Моя работа на видеоканале ставит себе целью опровержения того потока лжи, который валится на нашу голову, и люди чувствуют себя одинокими, потому что они вроде бы понимают, что это ложь, но где альтернатива? По телевидению сплошная ложь. Так называемые блогеры – это тоже ложь, клевета, дезинформация и так далее. Я стараюсь делать так, чтобы у людей была какая-то отдушина, и многие за это мне благодарны. Но это не моя профессия, и я этим занимаюсь от случая к случаю. Зарабатывать на жизнь приходится совершенно в другом месте. Политика в третьем месте, наука в четвертом месте. То есть это все-таки третьестепенная деятельность. Я пытаюсь поддерживать ее, хотя сил на это и времени все меньше. Да и желания этим заниматься тоже все меньше. Потому что цель – это не только кому-то там успокоить как-то душу и создать вот то место, где душа успокоится. Но я ищу соратников, ищу единомышленников. И не просто единомышленников, которые скажут – да-да-да, я тоже так думаю, согласен. Мне нужны те, с кем можно было бы вести совместную деятельность. Но таких очень мало. Это штуки, это, я не знаю, на 10 роликов, если один человек появляется потенциально, возможный соратник, то это хорошо. А так вообще-то еще меньше. И еще меньше вообще редкий случай, когда появляется человек, который готов что-то делать вместе с тобой. Пока это в основном пропагандистская работа. Есть, конечно, организационная часть деятельности. Ну, пропагандистская работа. Вот то, чем сейчас мы можем заниматься. Видите, русский марш запретили во всех его формах. И в дурных, и в позитивных. Что-то прошло, какой-то там непонятный крестный ход с коммунистами и сталинистами. Вот некая попытка возложить цветы к... Почему-то непонятно в СИН по поводу памяти Марцинкевича. Определенная категория почему-то их пытается сыграть на этой памяти. Хотя, в общем, Марцинкевич крайне негативно относился к русскому маршу и вообще к русским людям. Это не означает, что его надо было убивать в местах заключения. Но он для нас был совершенно чужой человек. Совершенно чужой. И к русскому маршу он относился с презрением. И к русским православным людям тем более. Когда его спрашивали... Так, спонтанный ответ. Ты верующий? Он говорит, я что, дурак, что ли? Ну, все, значит, все дураками были. Все предки наши. Вот все дураки, русские православные люди, это дураки. Вот один Марцинкевич такой выискался умный. Вот почему-то его вот таким образом... Ну, вообще-то цветы на могилу. А тут какая-то странность. И вот ребята решили такой самострел сделать, пострадать. Знали, что их задержат. Вот пришли вроде как... Да мы только с цветочками. Ну, их похватали. В общем, ну, они чего добивались, то и получили. На них были нацелены видеокамеры. Там за ними бегали вот десятки этих блогеров, которые со смартфонами, с видеокамерами. Вот все это отснимали и в свои блоги выкладывали. Вот, видимо, это особенно интересно. Мне абсолютно это неинтересно. Я считаю, что это просто глупость. И вообще это далеко от политики. Это маргинальная деятельность. Ну, и прошла конференция, в которой участвовали большинство тех, тех, кто остается верен обязательствам, принятым на себя при подписании декларации и документов Русского национального фронта. Ну, можно сказать, это не называлось так. Ну, я для себя отмечаю, что это Русский национальный фронт в новом виде. Четыре организации. Ну, основное бремя организаторской деятельности взяли на себя активисты партии «Правая Россия» и партии «Великая Россия». Плюс там были среди выступающих участников представители Русского имперского движения и «Черной сотни». Ну, последние в минимальном количестве. Но, тем не менее, вот четыре организации, которые более или менее близки и по взглядам, и, в общем-то, между ними нет памяти о каком-либо предательстве. Вот, а мне все меньше хочется заниматься пропагандистской деятельностью, потому что ты сближаешься с людьми, ну, и политической деятельностью в целом. Ты сближаешься с людьми, ты их поддерживаешь словом, делом, ты их привлекаешь, они становятся тебе близкими друзьями. И вот в момент, когда ты считаешь, что это твои соратники навсегда, происходит предательство. Это не первый раз в моей жизни то, что произошло в 2018-2019 году. То сначала тайное предательство, потом явное, открытое, когда люди променяли и политическое соратничество, и просто человеческую дружбу на союз с какими-то грязными леваками. Вот тогда туда им и дорога, значит, я их неправильно оценивал. Ну, вот такие оценки, к сожалению, повторяются периодически, и вот как-то заводить новые дружбы в политике, а, в общем, политика без дружбы не продвинется никуда, не хочется. Поэтому я вижу, что горизонт моей политической деятельности уже довольно близок, вряд ли дальше 5-7 лет. Вот я жду, что как-то в русском движении появятся те, кто, может быть, подхватит мою деятельность. И это тоже для меня важно, поэтому, ну, все равно я кого-то поддерживаю, кого-то готов привлекать к совместной деятельности. И не отказываюсь от тех обязательств, которые я сам себе дал когда-то еще там 30 лет назад, вступая в политику. Ну, есть такое высказывание, оно лукавое, на Западе его так любят повторять, честность лучшая политика. Ну, какая честность, посмотрите на американские выборы, эталон демократии вам, пожалуйста. Вот, у нас, конечно, все еще гораздо хуже, там хотя бы какая-то борьба есть с честь и с нечистью. У нас нет борьбы и люди сдались. И даже вот на Украине пишут, что, ну, всего совсем недавно были шествия, многотысячные, десятитысячные шествия русских православных людей с хоругами. Сейчас даже подумать об этом невозможно. И у нас то же самое, у нас даже подумать невозможно. То есть все в страшной депрессии и уходят куда-то в сторону. То есть не сцепив зубы продолжают биться до последнего, можно сказать, до последнего вздоха, а уходят куда-то на сторону. Вроде и силы есть и все нет, превращаются в частных лиц, прекращают политическую деятельность или перебегают на сторону врага, потому что, ну, уже устали. Так произошло с теми, кто раньше был противниками Ельцина, потом потихонечку сдвигался в сторону Путина. И теперь это путинисты, православные путинисты, позор вам, позор. Бывшие националисты, там, у нас встретился однажды бывший РНЕшник, который стоял в оцеплении русского марша, который сказал, да, я ходил, я был членом РНЕ. Вот такие перебегания на сторону, на сторону противника. И с НПСР тоже, это предательство. Самое, вот, из всех предательств, которые я припоминаю, ну, самое гнусное, вот, я, конечно, никогда его не прощу, никогда. Вот, еще и пакости про меня начали писать, клевету, всякие оскорбления и так далее. Ну, я так читаю, мне что-то присылают, если я вижу там известную мне фамилию, я просто не читаю. Вот, а если присылают там неизвестную, я начинаю читать вот до первой мерзости и все. Ну, просто подлецов и идиотов надо вычеркивать из своей жизни и просто никогда не интересоваться, чем они там занимаются. Вот, и это один из принципов, которые я проповедую в формировании своего информационного окружения. Если я веду, если веду свои страницы в социальных сетях или на ютубе, то я удаляю, как говорится, с полпинка любого, кто пришел, во-первых, сказать глупость, во-вторых, проявить себя как русофоб, в-третьих, это предатели, клеветники и сквернословы. Я просто, ну, мне не надо какого-то дополнительного повода. Вот две строки, уже видно, что за человек, я его удаляю раз и навсегда, и больше он не будет здесь ничего писать. Посмотреть может, я не могу его запретить. А в фейсбуке там можно и вообще просто удалить из... Я только так делаю, то есть я не там на 30 дней заблокировать там или там убрать из друзей. Нет, я, если все, если человек подонок, я не собираюсь никого перевоспитывать. Я, конечно, занимаюсь пропагандистской деятельностью, но для тех, кто к этому готов. А человека вытаскивать, когда он вообще по макушку в болоте лжи, я не собираюсь, и это его дело, и там дело Божие, даст ли он шанс этому человеку. Я иногда даю шанс, когда так человек высказался надвое, и непонятно, вдруг он ошибается. Я уточняю, как правило, в редчайших случаях бывает что-то иное, как правило, он подтверждает, что он негодяй. И все, я... А негодяйство распространено настолько... Вот тупость и негодяйство распространено самым широким образом. И одна из форм негодяйства, ну, самое вот такое вот мерзостное для меня, это сталинизм. То есть сталинистов я просто на дух не передошу. Единственный человек, который вот высказывается за Сталина, и я могу как-то его простить, единственный человек, это Владимир Васильевич Квачков. Вот, потому что у него есть заслуги и есть взгляды, которые со взглядами сталинистов никак не совпадают. Он русский православный националист, монархист. Ну, к нему еще вот из прошлого вылилась вот эта вот раковая опухоль, которая, ну, так вот неприлично к нему прилепилась. Ну, поэтому я тоже, ну, как-то общение с ним у меня заморожено, скажем так. Вот. А всех остальных сталинистов я не переношу на дух, поэтому отойдите от меня на безопасное расстояние. Ну, прежде всего для меня, чтобы вот ваши миазмы меня не касались. Я не считаю вас русскими людьми, абсолютно. Сталинист – нерусь, нерусь. Ну, впрочем, нерусь есть там, все эти вредноверы и так далее. Это одна сторона, они считают себя русскими, я их считаю антирусскими, прожидовленными подонками. Не хочу общаться вообще. Раньше как-то пытался, думал, ну, может, как-то люди образумятся, если с ними по-доброму, по-хорошему, объясняя их невежество, как-то пытаясь разбавить своими доводами. Нет, абсолютно бесполезно, абсолютно бесполезно. Сталинисты, вредноверы. Либерасты, кстати, иногда бывают такими подвижными, потому что юношеский либерализм можно преодолеть. Коммунисты – все, член Компартии – конченый человек. Конченый, просто насмерть конченый. Сталинист – просто сатанист, просто сатанист. Вот этот круг, я к нему не обращаюсь вообще, я не желаю с ним иметь ничего общего. Я ищу русских националистов, монархистов, традиционалистов, те, кто продолжает русскую культуру, русскую философскую, писательскую, литературную традицию. Вот это с кем я заодно, и я их зову в соратники. Зову к тому, чтобы под одним флагом, приняв обязательства между собой, продолжать деятельность, борьбу за русскую Россию. То есть просто, значит, за Россию, потому что не русской России быть не может. А эрефия – это не Россия, это анти-Россия. Будем сражаться вместе – победим. Слава Руси, Господи, спаси.